В Монако ежегодно проводится один из самых престижных этапов чемпионата мира в классе Формула-1. Гран-при Монако. Самое удивительное, что проходит она по улицам города, прямо вдоль жилых домов. Для этого на время проведения гонки устанавливаются оградительные сооружения и трибуны с местами для зрителей. А люки на дорогах крепятся болтами или завариваются, чтобы избежать возможного вылета. Формула-1 это немыслимо высокие скорости, летящие по трассе машины и главное, рёв самых мощных и самых засекреченных в мире моторов. Рёв. То, что нам нужно, подумали мы. Но, друзья, есть две новости. Хорошая и, мягко скажем, не очень. Итак, хорошая. Сегодня вместо Формулы-1 здесь рассекают гоночные автомобили, так называемые Формулы-Е, электромобили, которые призваны совершить революцию в автоспорте. Это абсолютно чистые гонки. Настолько, что, как шутят пилоты, топливо можно пить. Ну, действительно, новость хорошая. А теперь новость плохая. Звука, который рёв. Его нет. Нету его. Главное отличие, друзья, Формула электромобилей заключается в звуке. Сами пилоты говорят, что он больше похож на шум летящего самолёта. Самолёта? Правильнее будет сказать «самолётика»? Нет, визуально, конечно, картина мало чем отличается. Подумаешь, просто вместо знаменитого двигателя с турбонаддувом в болид затолкали электродвигатель. Но звук, звук-то уже не тот. И я хочу заметить, протестуют не только акустические путешественники. По лицам скучающих слушателей всё и так понятно. Жужжи! Теперь Формула Е и на акустической карте большого чемодана. Как вы думаете, есть разница между шумом двигателя Формула-1 и Формулой Е? Да, шум двигателя очень тихий, и люди удивляются и не понимают, что происходит. Разница, конечно, есть, особенно для местных жителей. Не так шумно. Звук хороший, и гонщикам нравится. Электродвигатель звучит приятнее. Очень хороший рейсинг. Фуксируем, друзья. Болид стоимостью 400 тысяч евро без батареи. Батареи будет стоить на 100 тысяч евро дороже. Короче, гонщикам нравится. Ну да ладно, давайте хоть под предлогом разобраться в новой формуле успеха, попробуем сделать фото, что ли, в кабине пилота. Я знаю, у этой машины есть кнопка для резкого увеличения скорости. Да, и это одно из отличий Формулы Е. При ее нажатии резко увеличивается мощность двигателя. И пилот может воспользоваться этой кнопкой только один раз за гонку, да? Да, конечно, только один раз. Очень круто. А можно сесть и сделать фото? Позже. Позже подойди. Ну, вы понимаете, позже — это вежливое «Из чего захотел!» Иди отсюда давай. Ну что, в настоящем болиде не удалось посидеть? Это же хоть памятники Формулы-1. Так. Пожалуйста, фотография. Ужасно здесь. Неуютно. И сыро. И какой-то... Ребята, это мусорка. Это мусорка, ребята. Это мусорка.